Восвитая служба информации телерадо и компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Доброй ранецы. Сегодня в Беларуси начинается черговый этап перед выборной кампании. Сбор подписов за вылучение кандидатов на посаду президента. Рабить это можно, у тем лику проводят шепикеты. Избирать подписы могут только члены инициативной группы. Выборщик мает право поставить подпису по отрымку некоторых кандидатур. Однако только один раз по отрымку одного и того же претендента. Нагадаем, что в центре выборками зарегистрированы инициативные группы 8 кандидатов. Межтым уборочная кампания в области набирает обороты. На Гомельщине уже появились первые тысячники. Ими стали камбайнеры агрокомбината «Холмич» Речицкого района, Василькова, Левиталь и Льев. Треба знать, что этот экипаж уже на протягу опошних трех годов первым в области досягает такого высокого рубежа. Все лето для того, как намолотить больше за тысячу тонн, камбайнерам спотребилось 7 дней. В урочистые атмосферы их ушановали керавники комитета по сельской господарции «Харчаванню Гомельского облевы канкама» и «Речицкого райвы канкама». Усе подробности у наших корреспондентов. На молот первые тысячи тонн – это за все дыжа данная подзея, как для камбайнера передовика, так и для всей господарки. Ознашают ее за все до однолького – у полевых умовах и вельми худка. Зерня не шакая. В складовности все летней уборочной связаны из засуха. На данный момент мы уже намолотили практически 6 тысяч тонн. Работает у нас 10 комбайнов. Сегодня у нас уже есть один тысячник. И потом, я думаю, на концу недели у нас появятся еще тысячники. Это все зависит, мне кажется, от человеческих факторов. От тех людей, которые готовят, сеют, убирают. Потому что один же комбайнер не может. Это все в комплексе. Слово подяки, урушение подарунка – невеликий концерт мясового коллектива самодеянности. Свято скончилася худка. Бо это еще не перемога, а только первый бой, який хлеборобы выиграли у славутой битвы за ураджай. Мы ежедневно убираем примерно до 16, около 18 тысяч гектаров. Задача 18 тысяч гектаров в день убирать. То есть 6% в день мы должны убирать. Тими расчетами мы должны завершить не позднее 5 августа. Руслан Пролесковский, Дмитрий Котов, Евген Макеенко. Телерадиокомпания «Гомель», Речицкий район. Сегодня под «Гомелем» мурачисто запустить в эксплуатацию завод гидроизоляции «Пенетрон». От попередней домовленности с керавнистом холдингу «Пенетрон Россия» до полной реализации проекта прошел усяго один год. Працевать в предприемстве, будя мальцалком на белорусской сыровине. Плановая могутность – 10 тысяч тонн готовой продукции в год. Новая вытворчасть полностью забеспечить белорусский будовничный рынок якостный и эффективной гидроизоляцией нового поколения. А кроме того, белорусский «Пенетрон» можно будет поставлять на экспорт. Так само у «Гомелем» был обмеркован еще один перспективный суместный проект. На минулым тыдни, подчас визиту гомельской делегации на универсальную выставу «Экспорт-2015» в Милане были подписаны некальки погоднений с замежными предприемствами. В ближайший час новые партнеры плануют визиты у нашу в область. Одным из первых у регион завитали представники французской компании «Алфлекс». В замежной гости наведали открытое акционерное товариство «Гомель Агрокомплект». Менавито с этим предприемством отбились «Перамовы» на выставе «Экспорт-2015» у Милане. Первая ж встреча будущих партнеров отбылася у лютым бягучего года в Москве. Потом по просьбе керовництва «Гомель Агрокомплекта» простовники французской компании приехали у Италию, где баки домовились и обстворы несуместного обсталевания по управлению статком. Мы специализируемся в области оборудования для животноводства. Это же оборудование мы и будем производить, только будут добавляться новые современные опции, современные разработки. Если раньше мы много средств, времени и денег своей компании тратили на эти разработки, то сейчас, консолидируя вот эти усилия, мы быстрее будем проходить вот эти этапы и предлагать потребителям самое новое, что есть в мире. «Наша компания работает в области идентификации рогатого скота. И, в общем, поскольку Беларусь высказала свою заинтересованность, то есть, что значит идентификация? Это отслеживаемость рогатого скота от фермы до, так сказать, обрабатывающего предприятия. Поскольку Беларусь высказала свою заинтересованность в этом направлении, мы там и собираемся работать». Протягиваем выпуск. Выники работы органов прокуратуры за первое по угодзе 2015-го были подведены на посаджении коллегии прокуратуры Гомельской области. На сустрече были так само закрануты пытания, которые тычутся повышения эффективности прокурорского нагляда за выполнением законодавства. Так, меры, которые были приняты прокурорскими работниками во взаимодействии с другими правоохранными структурами, дозволили по выненьках по угодзе знизить показчики по тяжких и особливо тяжких злочинствах. Агульная колькость забойства у регионе знизилась на 23%, факта у наумысного причинения тяжких телесных пошкодженев на 15%. Межтым прокурору по раннейшему хвалюе узровень злочинности у молодежной масяроди. Йон некальки вырос у правнанне с аналогичным леташним периодом, повеличился так само и лик потерпелых грамадян у вынеку гэтых злочинствов. Паза увагой прокуроров не засталися и проблему росту колькости загинувших у ДТЗ, а так само повеличение колькости злочинствов, связанных с гандлем наркотиками. Як отзначил прокурор Гомельской области, необходимо усмакнить контроль зараз по осюживанием рекламы курильных сумесей у интернете, а так само с явлением разностайных надписов у подъездах и на домах жилого сектора. Возросло количество зарегистрированных коррупционных преступлений. Из 263 коррупционных преступлений в 38 случаях решения о возбуждении уголовного дела принимались прокурорами по результатам проверок, проведенных в исполнении антикоррупционного законодательства. У Гомельским хромадско-культурным центром открылась шестая республиканская универсальная выстава «Кермаш. Летница. Напад». В першине она была организована в областном центре в лепени 2060 года. Ей организатором выступило Гомельское отделение Белорусской гандлево-промысловой палаты. «Кермаш» выкликал великую цикавость у покупников, и с того часу он стал традиционным, что годовым мероприемством. Все лето в выставе «Кермаш и летницы. Напад» принимают удел больше, как 50 организаций экспонентов из четырех областей нашей краины – Гомельской, Минской, Витебской и Гродинской. И они представляют модную вопротку и обуток, парфюмерию и косметику, мясные и молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские выробы, меды, продукты пчалярства, по сниженных ценах и ценах вытворцев. Особливостью все летней выставы «Летницы. Напад» является удел у ее великой колькости ромесников, и ке пропонуть наведывальникам уникальные выробы ручной работы. Нам очень хочется какие-то новшества каждый раз в наших выставках преподносить, как экспонентам, так и посетителям. Поэтому в прошлом году, если вы помните, мы провели в рамках этой выставки конкурс «Караоке по Гомельски». В этом году мы пригласили ремесленников. Вообще ремесленники стали нашими хорошими спутниками и участниками. Мы в прошлом году в весне попробовали их привлечь, и они откликнулись в этом году в весне. И спасибо Гомельскому горосполкому они поддержали и в рамках этой выставки нашу идею. И праздник ремесленников развернулся и в рамках этой выставки. А кроме широких ассортиментного пиролику и отшувальных скидок, наведывальников кермашу так само чекают приемные сюрпризы. Что дня организаторы проводят акцию «Приходь на выставу и отримай подарунок», где разыгрываются призы с лику представленных тут товаров. У целом республиканская универсальная выстава «Кермаш. Летницы. Напад» в Гомельском громадско-культурном центре будет працевать до 25 липня у Ключна. В будние дни с 10 до 19 годин, в субботу до 17. Розыгрыш призов ожитоявляется что дня у 18 годин. Во урочище Казара прошел, что годовый открытый городский туристичный взлет «Студентская спякота-2015». По традиции тут собрались студенты 5 ВНУ областного центра. Организаторами взлету будучих инженеров, наставников, урачов, юристов, экономистов выступили Гомельский гарвы «Канкам» и Гомельская городская организация «БРСМ». 10-й год за прагомельские студенты сбираются у этих малявничих местинах. Три дни поводали от города, ежа приготованная на вогнище и життя в палатках. Часы меняются, але романтика турпахода у для молодзи застается такой же притягальной. Интеллектуальные гульни, экологичные конкурсы, спортивные споборниства – вось далеко неополный пиролик мероприемству студентской спякоты. Один из самых текавых этапов взлету – проходжение туристичной полосы пирожкот. Тут удельники не шкадуют себе и выкладываются на полную. Самое видовищное споборниство – кидание валенка. Все летний форум собрал свыше сотни удельников, и с кожным годом колькость жадающих долучиться до студентской спякоты неухильно расти. Тут, как неделя, отшивывается студентское братерство. Для многих этот турзлет стал неодъемной часткой життя. Второй раз впечатление приятное, классное, только погода не очень радует. А в целом вообще очень здорово. Но мероприятие, оно из ряда вон. На самом деле БРСМ устраивает, наверное, это одно из лучших мероприятий в году, которые устраивает БРСМ. Но мне очень нравится. Я, безусловно, всегда ориентируюсь на стужу, чтобы обязательно сюда приехать, а уже под нее подстраиваю все дела. Уапошние выходные и жнивня. Стартует шарговый чемпионат Беларуси по мини-футболе. Гульцы гомельской команды «Беларуская чыгунка» уже урыхтуются до нового сезона. Зараз яны проводят тренировочный сбор у загородным оздоровленчем лагеря, где пробудут до конца месяца. В минулом чемпионате команда заняла четвертое место. В будущем сезоне задача – трапить на пьедестал. В межсезонье БЧ покинули одразу четыре гульцы. Явген Дунаев, Антон Гусаков, Дмитрий Рабцев и Ягор Чипулес. Пополнили команду украинцы Артем Золотухин и Микита Мажейка. Або два добра знаемые гомельским болельщикам. Минулый сезон провели у Ветрозе. Так само зараз на проглядзе знаходзец гулец Микашевицкого гранита Вячеслав Цверко. Яголеоз вызначится в ближайший час. Тренерский штаб различывая, что обновление пойдет на корысть команде. Кардинальных змен у гульни в новом сезоне чекать не варта. На першем месяце будет стоять выключено выник. А для года сягнения есть над чем попрацовать. Наладить игру в обороне. Вот это основная наша цель. В принципе с атакой более-менее какие-то есть неплохие моменты, возможности. А немножко нас подвела, конечно, оборона. Ну и также вернуть немножко веру нашим вратарям, которые, скажем так, не совсем ровно провели прошлый сезон. И на этом наш выпуск завершенный. Наступный видеоэфир сёня на телеканале Беларусь1 у 15.10. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова